Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Крылья Родины, самолет с освобожденными Юрием Солошенко и Геннадием Афанасьевым приземлился в Киеве. Декларация не по люстрации. Откуда у главного проверяющего Татьяны Казаченко неучтенная жилплощадь? Обезглавленный ИГИЛ, террористы исламского государства подтвердили смерть своего лидера Абубакра Аль-Багдади. Обмен состоялся. Самолет с незаконно осужденными в России, теперь уже освобожденными Юрием Солошенко и Геннадием Афанасьевым приземлился в Киеве. Что ждет Солошенко и Афанасьева дома здесь в Украине? С нами на прямой связи Елена Зорина. Лена, здравствуй. Где ты сейчас находишься и куда из аэропорта отправились Солошенко и Афанасьев? Да, Наташа, добрый вечер. Я сейчас нахожусь в больнице в Киеве. Здесь же сейчас находятся и освобожденные пленные. Вот в одной из палат медицинского учреждения государственного управления делами на Печерске. Здесь они будут проходить обследование. Известно, что у Юрия Солошенко обнаружили онкозаболевание, у Геннадия Афанасьев, возражение крови. Ну и хочу сказать, что возвращение украинских пленных ждали. За несколько часов здесь, в больнице, начали собираться журналисты, полицейские, госохрана. Здесь установили рамки, территорию обследовали собаки, люди с металлоискательными. Ну а сама история возвращения была довольно-таки засекреченной. До последнего момента не было известно ни время возвращения, ни аэропорт прилета, ни то, на кого их обменяют. И вот ближе к вечеру борт Министерства обороны приземлился в Борисполе. Здесь же ждали пять карет скорой помощи. И вот в Москве освобожденных встречали вице-спикер парламента Ирина Герасченко, а также пресс-секретарь президента Святослав Цеголко. Ну а уже в больнице освобожденных ждал президент. 26-летний Геннадий Афанасьев, один из крымских активистов, его задержали в Симферополе. 9 мая 2014 года он проходил по так называемому делу крымских террористов. По тому же делу проходит Исенцов-Кольченко. В России Афанасьева судили к 7 годам лишения свободы. Ну а 74-летний Юрий Солошенко был задержан в августе того же года в Москве. Его обвинили в шпионаже. Якобы Солошенко собирался вывозить с российского завода оборудование для систем ПВО. Он получил в России 6 лет тюрьмы. Ну и вот какими были первые слова освобожденных их родственников. Десять месяцев, один рік и десять днів я чекал цієї хвилини. Чекал и верил, и надеялся, что она наступит. Не смотря на то, что мне весь час погрожали, что будет мне лучше, если я прийму гражданство России. И тогда все будет хорошо, потому что меня возьмут под защит, как не звинуваченного, а как святка. Спасибо вам большое. Спасибо, Петр Алексеевич. Я очень рада, что у меня сын со мной сегодня. Спасибо, Петр Алексеевич. Ну и вот интересная деталь, которую поделилась Ирина Геращенко. По дороге домой освобожденные интересовались, не отошли ли в Украине клубника и черешня. Это то, о чем они мечтали. И вот, собственно, сейчас у них появится возможность их попробовать, если, конечно, врачи разрешат. Наталья. Спасибо, Лена. Лена Зорина встречала освобожденных украинцев в Киеве. А сейчас к нам присоединяется мой коллега Данил Русаков. Он находится в Москве. Данил, здравствуй. Расскажи, что происходило в Москве до того момента, как уже бывшие пленники вылетели в Киев, и что известно о тех, на кого обменяли украинцев? Да, Наташа, здравствуй. Но на самом деле информация о том, что Юрий Солошенко, директор оборонного завода «Знамя» и крымский активист, Геннадий Афанасьев, сегодня могут отправиться в Киев. Появилось с самого утра. Однако в течение долгого времени она не подтверждалась. Было известно лишь, что пленников доставили из следственного изолятора Лефортова в аэропорт Внуково-2. Это правительственная часть обычного аэропорта. И вот уже после второй половины дня, точнее, во второй половине дня появились фотографии, на которых пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко и пленники вместе направляются домой. Также известно, что действительно информация о помиловании, теперь известно, что именно такая процедура была использована, долгое время не подтверждалась. И в течение всего сегодняшнего дня соответствующего указа многие не видели на сайте администрации Кремля. Однако позже она там появилась, уже ближе к вечеру. Молчание до момента приземления самолета в аэропорту Киева сохраняли и адвокаты. Как мы и предполагали, передача произошла через механизм помилования. То есть российская сторона, в общем-то, наставила на этом механизме и предлагала его, и настойчиво нам рекомендовала. Геннадий подписывал прошение о помиловании президентом без указания о признании своей вины. Уже точно известно, что в столичном следственном изоляторе спецслужб Лефортово Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко пробыли один месяц 12 дней. Туда их доставили из колонии. И вот накануне обмена с ними встретились местные правозащитники. Они знали, что их должны поменять, но когда это случится, они, естественно, не знали. И каждое утро Юрий Данилович ждал, что вот утром рано ему скажут, выходите с вещами. И, в общем, он очень волновался. Геннадий Афанасьев в последнее время был в таком биоанхолическом, по-моему, настроении. Он считал Достоевского. Те же, на кого поменяли украинцев, эти люди тоже сегодня стали известны. Это обвиняемые в Украине в сепаратизме Виталий Диденко и Елена Глещинская. Себя они называют журналистами. Известно, что у женщины во время нахождения в Одесском СИЗО родился ребенок. С ним она прибыла в Москву. И вот я еще отмечу, это информация со ссылкой на РИА Новости. Они, в свою очередь, ссылаются на Кремль. Освобождение заключенных и процесс обмена пленными связан с посредничеством члена по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы Виктора Медведчука. Кстати, вот формальный подельник Геннадия Афанасьева сейчас тоже находится в Москве. Это Алексей Чирни, его доставили. Буквально несколько дней назад сюда он прибывает в институте имени Сербска, ожидает психиатрическую экспертизу, третью уже в его уголовном деле. И вот предполагается, что если эта экспертиза признает его невменяемым, то тогда сам факт тюремного заключения будет ликвидирован. И Чирни может отправиться домой в Киев. Но это пока только предположения. Наташа. Спасибо, Данил. Данил Русаков был с нами на связи из Москвы. Премьер Владимир Гройсман во встрече освобожденных не участвовал. Сегодня стартовал его визит в Соединенные Штаты. Это первая зарубежная рабочая поездка Гройсмана в качестве премьера. Она продлится три дня. Пригласил главу украинского правительства вице-президент США Джо Байден. Кроме него Владимир Гройсман также встретится со спикером парламента представителей Полом Райаном, лидерами демократов и республиканцев в Конгрессе, а также с чиновниками американских министерств и бизнесменами. А в Украину тем временем едет не ревизор, но экс-федеральный прокурор США. Марта Борщ будет обучать антикоррупционеров. Она на протяжении шести лет расследовала дело Павла Лазаренко и в результате отправила экс-премьера Украины за решетку. Работала в прокуратуре Калифорнии, основала частную юридическую компанию. Так что у бывшего прокурора огромный опыт в борьбе с коррупцией и об украинских нечистых на руку чиновниках госпожа Борщ знает не понаслышке. Марта проведет лекции для детективов и прокуроров НАБУ и расскажет, как бороться с махинациями на самом высоком уровне. Три года условно за клевету на Юлию Тимошенко. Такой приговор вынес Соломинский суд Киева Игорю Марьинкову. В 2013 году, я напомню, он выступал главным свидетелем в деле о причастности Тимошенко к убийству донецкого бизнесмена Евгения Щербаня. Тогда он рассказывал, что в мае 96-го года стал очевидцем того, как Тимошенко за 2 миллиона гривен заказала убийство Щербаней. Вот Марьинков сознался в клевете и заключил с ГПУ соглашение о признании вины. Суд это соглашение утвердил и приговорил его к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком в 1 год. Примечательно, что в 2013 году Марьинков тоже говорил, что он уже 17 лет лгал, вскрывая информацию об убийстве Щербаня. Теневые деньги главного люстратора страны. У Татьяны Казаченко журналисты нашли более 10 миллионов гривен, которые чиновница не указала в своей декларации. Откуда дровишки и почему они не попали в финансовый отчет госслужащий, расскажут наши корреспонденты. Это декларация главного люстратора страны Татьяны Казаченко за минувший год. В графе общий доход 760 тысяч гривен. И ни слова о 10 миллионах. Эти деньги журналисты нашли, проверяя декларацию сотрудницы Минюста по имущественным госреестрам. Согласно им, Татьяна Казаченко в августе 2014 года выдала как частное лицо 2 ипотечных кредита по 5 миллионов гривен каждый. В залог получила 2 трети одного магазина, около 1000 квадратов в самом центре Киева. Ни в декларации 2014 года, ни в декларации 2015 года эта сделка никак не была отображена. Хотя новый закон о коррупции требует от государственных служащих вносить в свою декларацию не только наличные деньги, но также и кредиты или деньги, которые они дают взаймы. За имуществом, которое в залог получила госслужащая, тянется пятилетний шлейф судебных разбирательств. В счет кредита его пытается получить компания, у которой два акционера. Латвийское агентство приватизации и ЕБРР. Что интересно, ранее в судебных документах Казаченко значилась как юрист-должника. Прокомментировать нам эту историю глава иллюстрационного департамента отказалась. В соцсетях же отреагировала на другие данные из декларации о квартире и материальной помощи. Мол, деньги на новое жилье взяла из ценных бумаг, задекларированных ранее. А 3000 гривен от государства потратила на марки. Это было бы смешное объяснение, если бы оно не противоречило законодательству. Она, как юрист, не может этого не знать. Органы государственной власти в Украине могут финансироваться только за счет государственного бюджета. Таким образом, получив эти 3000 гривен материальной помощи, если верить ее словам, и потратив их на марки, она в прямом нарушила закон. Найбільше в этой истории, это то, что само министерство, руководство министерства не реагирует на такие такого рода скандалы. История с декларацией не первое пятно на репутации главного люстратора страны. Ранее Татьяна Казаченко засветилась в панамских документах. В базе данных владельцев офшоров она значилась посредником одной из багамских фирм. Тогда чиновница заявила, была адвокатом множества компаний, но никакого отношения к офшорной собственности не имеет. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Пресловутый, раскритикованный Европой закон о люстрации, авторство Казаченко и ее шефа главы Минюста, нардепы планируют рассмотреть в четверг. А сегодня в Раде ссорились и рассуждали о деньгах, как распределить средства для армии, снизить тарифы для населения и поделить деньги Януковича. Дошло ли до дела? Давайте узнаем у Екатерины Лысенко. Парламентскую трибуну опять блокируют радикалы, правда нардепы хуже привыкли и свои заявления озвучивают с места. Одно из первых поднимают тему тарифов. Влада приняла еще одно ганебное решение. В два раза подвищена цена на тепло. И на черзе подвищение цены на воду. Про это уже объявлено. И это происходит при замороженных зарплатах, пенсиях, при космических ценах, астрономических налеков, на продукты харчувания. Оппозиция требует принять закон о моратории на повышение цен на коммуналку, а в зале настаивают на расследовании. Это проект постановки, который внесен лидерами всех оппозиционных фракций про создание темчасовой следственной комиссии, про проверку обрунтованности, подвищения тарифов. Но какие там тарифы, нет до них фронтовики. Вот все о деньках Януковича. Наша жесткая треба – профинансировать оборонные замовления. Вы знаете, все очень хорошо. В бюджете оборонные замовления можно финансировать только с денег, которые мы заклали, с повернения денег Януковича. Но в зале пока есть шанс хоть за что-то проголосовать, активно нажимают кнопки. И военных решили поддержать другим законом об оборонном заказе. Документ президентский предполагает, что Кабмин пропишет четкие правила формирования цены на товары для армии. Приняли еще закон, который нужен для сотрудничества с МВФ о реструктуризации долгов бизнеса перед банками. А в перерыве были надежды в очередной раз попытаться изменить правила работы Рады. Согласно этой реформе, мы увеличиваем количество рабочих недель. Согласно этой реформе, будет 3 рабочих недель в месяц, вмешанных рабочих недель. Реформы требует Европа, но за предложенные изменения не все готовы нажать кнопки «За». Основная рекомендация комиссии Европарламента, которая работала здесь полгода и касалась квотного принципа рассмотрения закона в зале – это право лишено, это право не учтено. То есть опять из 158 законопроектов, которые вносятся на эту неделю, всего лишь два – это наше авторство. Мы считаем, что это ущемление наших прав, даже не наших, а наших избирателей, которых мы защищаем. Именно поэтому мы не будем голосовать за регламент. За эти изменения голосовать нельзя. После этих изменений происходит самая настоящая узурпация власти. Дело в том, что внефракционный депутат становится никем. Он не может подавать законопроекты, пока альтернативные, пока не пройдут определенные комитеты. Это сделано специально для того, чтобы нужные законопроекты протаскивали, а альтернативные исчезали в небытии. Но изменения в регламент в который раз даже не смогли внести в повестку дня. Не хватило голосов тоже с другими законопроектами. Мы сейчас видим, у них там по 170-180 голосов и даже до смешного доходит. Народный фронт говорит, что они будут блокировать трибуну, если их законопроект не будет проголосованный. Подождите, вы коалица, у вас 226 голосов, и вы говорите, мы заблокируем трибуну, если зал не будет голосовать. Ну это просто нонсенс. Неделя пустая в плане того, что просто пропихивают какие-то законопроекты, какие-то, может быть, они узконаправленные, они нужны, но на самом деле они не решают глобальных проблем в стране. А на вечернем заседании активность еще ниже. Что ни голосование, так на табло решение не принято. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Иван Ермыков, Вадим Сиридонов. Подробности телеканал Интер. Пока депутаты распределяют все еще виртуальные деньги Януковича, реальную помощь армии оказывают волонтеры и зарубежные доноры. Но и этими активами в Украине распоряжаются так, что доходят до скандала. Почему волонтеры обвиняют военных в пропаже целого мобильного госпиталя? И как оправдываются в Министерстве обороны? Подробнее Руслан Смещук. Этот мобильный госпиталь почти год назад Украине подарили США. Его назначение стабилизировать состояние раненых бойцов почти на передовой. Но известным, вернее даже скандально известным он стал, когда о нем заговорили волонтеры. Когда мы были в Авдеевке и видели ребят, которые там, им просто это необходимо, у них есть там аппаратура, но такую аппаратуру, как здесь, потом мы уже узнали. Нигде нет по Украине. Если бы была хорошая аппаратура, то многие ребята наши остались бы с руками, с ногами. Госпиталь на 7,5 миллиона американцы подарили нам. Игорь Ковальчук – волонтер из Житомирской области. Он и его соратники одними из первых заявили о том, что американский подарок простаивает. Волонтеры утверждают, нашли несоответствие в данных, которые породили слухи, что значительную часть оборудования и медикаментов из госпиталя попросту украли. Все трубили, и даже статья есть, 7 миллионов 600 тысяч. То есть я подняла все репортажи в один голос. Когда коснулась, нам сказали, что у нас, и я видела сама лично этот документ, наряд, в воинской части 3204 был передан госпиталь на 60 миллионов гривен. Это приблизительно 2 миллиона 300 тысяч. В самом госпитале волонтерам пообещали разбираться в вопросе. Ну а в Минобороны утверждают, стабилизационный комплекс помогал десантникам 95-й бригады. Теперь помогает другим бойцам. И там никто ничего не крал. Расследование там провели, и фактов, разкрадения, как есть в соответствующей публикации, такого не имеет. Все майно обликовано. И, кстати, сейчас уже два тижня находится фаховец Центрального санитарно-пилогическое управление Министерства обороны Украины стусовано за стусувание чего майна. А вот это уже в госпитале изнутри, военные утверждают. Когда-то оборудование стояло в этих палатках. Но после того, как госпиталь оказался в центре скандала, журналисты, что называется, засветили его. И аппаратуру пришлось перенести. Была передача, в которой было показано четко, красиво. Порядок подхода к нашим объектам безопасно для людей, которые хотят сюда проникнуть. Для сохранности оборудования и сбережения здоровья личного состава пришлось провести оперативные мероприятия по переносу всего оборудования, которое должно работать в палаточных расположениях, в помещение. Нам показывают место, где сейчас установлено оборудование из госпиталя. Здесь проходит прием, регистрация больного. Там сортировка, там где мы были только что. Здесь прием, регистрация больного. Дальше здесь травмарум, передвижный рентгеновский аппарат. Два монитора, дефибриллятор также с монитором, два оксигенератора. Кислородная станция для палаты интенсивной терапии. Кислородная станция для наркозного аппарата. Это непосредственно наркозный аппарат, операционный стол, опять же мониторы. На момент нашего прибытия койки были пусты. По словам медиков и военных, раненых сюда привозят регулярно, но держат не более суток. После стабилизации их эвакуируют в стационарные госпитали. Медикаментов и остальных материалов тоже якобы хватает. Городское помещение с палетами, с расходниками, с оборудованием, с медикаментами. Таких помещений несколько. По словам руководителя госпиталя, он не понимает, откуда взялась сумма в 7 с лишним миллионов долларов. Был принят МСБС с сертификатом, точную сумму не скажу, примерно 2,7 миллиона долларов. Сертификат хранится в командовании в ДВЕ. И все оборудование, все медикаменты, которые были переданы, находятся сейчас под разделением. Военные утверждают, общаются с американскими партнерами, в том числе передают отчеты о затраченных материалах и оборудовании. Кроме того, на этой неделе, по информации самих военных, Министерство обороны проведет совместный с американцами брифинг, посвященный как раз использованию этого мобильного госпиталя. Руслан Смещук, Анна Диденко, Андрей Костюк и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Франция в растерянности. Джихадисты атакуют, но вовсе не там, где их ждали. Кто стал жертвой террориста, который прямо во время убийства писал твиты и рассуждал о своем поступке? Подробнее София Гордиенко. 9 часов вечера, понедельник. Городок Маньянвиль. Человек с ножевыми ранениями пытается выйти из дому и падает прямо на тротуар. Соседи узнают 42-летнего полицейского Жанна Батиста. Вызывают полицию и скорую, но до приезда медиков мужчина уже не дожил. Преступник остается в доме жертвы. В заложниках жена погибшего Джессика и их трехлетний малыш. Спецбригада РАИД эвакуирует жителей всей улицы. Переговоры не приводят к результату. В полночь прозвучали выстрелы. Во время штурма террорист убит. Женщину обнаружили мертвая, ребенок жив, но в состоянии шока. Этот теракт, заявляют власти. Это огромная боль. Он был комендантом полиции, комиссариата города Мюро, а она секретарем комиссара города Монт-ля-Жоли. Убийца 25-летней Ларуси Аббала в 2013-м получил трехлетний условный срок за подготовку теракта. Ему не нашлось места во французской тюрьме. И в Рамадан он решил совершить свой джихад. Весь процесс убийства полицейских преступник выкладывает в интернет, ведет фото и видеотрансляцию. На одном из опубликованных селфи у него за спиной трехлетний ребенок на диване и подпись. Что с ним делать, еще не решил. Ларуси Аббала любитель слушать проповеди радикальных исламистов в соцсетях. Вот, например, такие. Пророка Мухаммеда спросили, если мусульмане атакуют ночью дома неверных, то женщин и детей это тоже касается. Пророк ответил, они одни из них. Предупредить преступление не удалось, даже несмотря на то, что с недавних пор преступник был под прослушкой. Трое его знакомых задержаны. Полиция ищет всех, кто был соучастником или знал о готовящемся нападении. Французские власти осуждают теракт, оппозиция осуждает власть. Министр внутренних дел нам сегодня говорит, что задержаны 100 террористов. Да что вы говорите? А сколько сотен ходят на свободе тех, кто будет завтра нас атаковать? Ларуси Аббала для своих прямых трансляций тоже использовал в Фейсбук и подтвердил слова лидера французских националистов. Он сказал, что Евро, то есть чемпионат по футболу, превратится в кладбище. Знал ли террорист о готовящихся терактов, или это был призыв другим исламистам следовать его примеру, пытается выяснить следствие. София Гордиенко, Василий Трешковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Возможного подозреваемого в подготовке терактов во время Евро-2016 арестовали во французском Стенвиле. Это сообщник задержанного в Украине. Французы об этом сообщает издание «Лепрессион». Я напомню, что 21 мая на украинско-польской границе в машине гражданина Франции пограничники нашли три гранатомета, автоматы Калашникова и более 100 килограммов взрывчатки. С помощью этого оружия, по мнению правоохранителей, подозреваемый собирался совершить несколько терактов во Франции во время футбольного чемпионата. А вот французская полиция считает, что задержанный, скорее всего, был контрабандистом, и сообщник, которого удалось задержать сегодня, участвовал в передаче этого оружия. Украинская спецслужба передала французской спецслужбе все відомости, все данные, про то, что определенная группа граждан их страны планует низко 15 терактов на территории Франции. И передали данные и про того, который был заарештован нам, и про других, которые приезжали в Украину, и про которых они говорили, я полная доказава Батвза, про то, что именно такие теракты готовились. Сборная России дисквалифицирована условно и до конца чемпионата Европы. Это наказание за беспорядки, которые устроили российские болельщики до и после матча с Англией. А немецкая полиция тем временем опознала своих хулиганов, которые напали на украинских фанов во французском Лилле. Кто они и какое наказание грозит Ультрас, расскажет Татьяна Лагунова. Их вычислили с нетерпением, ждут дома в Германии. Немецкая полиция идентифицировала футбольных фанатов, которые напали на украинских болельщиков. Потасовки произошли в воскресенье во французском Лилле за несколько часов до начала матча между сборными Украины и Германии. Хулиганов нашли благодаря вот этой фотографии в соцсетях. На снимке несколько десятков Ультрас Дрезденского Динамо позируют на фоне железнодорожного вокзала в Лилле с военным флагом Германской империи. Некоторых из них следователи позже опознают на видеокадрах драки с украинскими фанатами. Потасовка произошла на главной площади Лиля. Немцы начали забрасывать украинских фанов фаерами, бутылками и камнями. В результате двое украинцев получили травмы. Пару баннеров крали, намагались, тут висел здоровенный прапер, украинский, где-то 3 на 2 метра. Вони намагались отвязать. Мы тут подходим на него. Что ты делаешь? Снимаю. Наверное? Это футбол. Что значит футбол? Нет, это футбол. Теперь хулиганов дома ждет расследование. Кстати, после этого происшествия немецкая полиция не пустила на чемпионат еще одну группу Ультрас из Дрездена. Их поездка во Францию закончилась в городе Трир. У хулиганов изъяли баллончики с газом, балаклавы и запретили покидать территорию Германии до конца июля. Немецким любителям футбола по возвращении на родину, скорее всего, придется заплатить штраф. А вот за действия российских фанов, которые отличились во Франции, уже поплатилась национальная сборная. УЕФА штрафовал российский футбольный союз на 150 тысяч евро и дисквалифицировал команду. Пока условно. Это значит, если беспорядки с участием российских болельщиков повторятся на любом из матчей турнира, сборная вылетит с чемпионата. В Москве уже заявили, апелляцию подавать не будут. Затема Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Помимо хулиганов и террористов, Франции достается и от членов профсоюзов. Очередной митинг против трудовых реформ завершился кровавыми потасовками и погромами. 26 человек ранены, 15 арестованы в ходе столкновений протестующих с полицией в Париже. Драку затеяли молодые люди в масках. Они бросали в правоохранителей камни и фаеры. Они же начали бить витрины магазинов и отделений банков. Пришлось использовать водометы и дубинки. В Одессе на взятки попались двое патрульных. Их задерживали с погони и стрельбой в воздух. Вчера вечером в городское отделение патрульной полиции обратился мужчина, водитель БМВ. Правоохранители забрали у него документы, а за возвращение требовали взятку в 7 тысяч гривен. Именно при передаче денег их, собственно, и задержали. Один из взяточников – это новый сотрудник нацполиции, второй – бывший гаишник. Нами длительный период времени, на протяжении двух-трех месяцев, документировалась деятельность патрульных, которые упали в поле зрения. Мы ввели оперативные материалы. И сегодня в ходе реализации этих материалов, совместно с прокуратурой области, задержали на горячем двух сотрудников. Охоту на крупную рыбу объявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Сегодня он выступал на конференции по судебной реформе в Брюсселе. Луценко заявил, что главная задача ГПУ – это вернуть доверие людей. Также главный обведитель страны считает, что необходимо ликвидировать фискальную полицию и Департамент экономической преступности в МВД. Завдание поточного року – это восстановление доверия и начало большой рыбалки на большую рыбу. Следующий год будет роком карьерного роста новых облич, которые придут в местную прокуратуру. Поява новых облич за восстановление самовырядувания прокуратуры с боку этих новых облич, скасывание следствия, будет означать новую ГПУ, не пост Радианского взялоца. Вы смотрите подробности. И вот что у нас во второй части. Пылающие будни. Во Львовской области снова горит мусорный полигон, что стало причиной возгорания. Колыбель фюрера. Кто живет в доме Адольфа Гитлера и почему именно сейчас его решили пустить под снос? Happy birthday to Trump. Кто устроил индийскую вечеринку в честь 70-летия кандидата-миллиардера? В офисе авиакомпании МАУ сегодня нагрянули с обыском. Национальное антикоррупционное бюро по решению суда изымает финансовую и бухгалтерскую документацию предприятия за последних два года. Обыск длится уже 9 часов. Он все еще не закончился. Детективы ищут факты, подтверждающие задолженность МАУ перед государством. В размере 150 миллионов гривен. Деньги компания должна была уплатить за перевозку пассажиров и грузов. Еще в апреле бюро просило МАУ добровольно предоставить эти документы, но авиаперевозчик отказался. В НАБУ говорят, что опыск проводят в рамках уголовного производства о превышении служебных полномочий руководством госавиаслужбы. Пока подозрения по этому делу никому не выдвинули. Я видела группу порядка 40 человек в форме. Была клава с автоматами. Вчера в районе 15 часов мы получили официальный запрос от НАБУ о том, чтобы авиакомпания предоставила им финансовые бухгалтерские документы. За период 2013-2015 год мы незамедлительно приступили к подготовке этих документов. То есть сегодняшнее вторжение в офис для нас было крайне неожиданным. НАБУ ожидала ответы на первый запад. А метою вчерашнего западу было проведение сегодняшнего обшивка. Зокременно для того, чтобы документы, которые спрашиваются, не были уничтожены. Встановлено, что посадовые особи Державной авиационной службы Украины с метою сбагачения третьей особи, а именно приватного перевозника, сприяли компании Международной авиалинии Украины о несплате назначенных платежей до бюджета, а также не вжили заходов для стягивания этой заборгованности. Целый самолет конфисковало у янтарных контрабандистов в Волынской области СБУ. Ан-2, на котором в Европу переправляли янтарь, сигареты и даже оружие обнаружили в Ковельском районе. Доказательства незаконной деятельности нашли во время осмотра кабины. Сотрудники СБУ изъяли карты и документы с информацией о коридорах пролета через границу, точках взлета и посадки, а также выгрузке товаров. Личности контрабандистов прямо сейчас устанавливают. Еще на одной свалке Львовской области пожар. Утром загорелся мусор на полигоне в Жидачеве. Огонь охватил около трех гектаров территории. К обеду пожарные его локализовали, помог и ливень. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Спасатели остаются на месте, они заливают полигон водой, чтобы пожар не возник вновь. А наболевший вопрос, куда же теперь свозить мусор из Львова, до сих пор остается без ответа. Грибовицкая свалка не работает. Мусор из города временно вывозят на небольшие полигоны. Область предложила мэрии вариант. Участок карьера в селе в 40 километрах от Львова. Местные жители тут же взбунтовались. Почему, выясняла Галина Якушко. Карьер в селе Добряны Львовской области. Запомните это место таким, каким оно и сейчас, потому что скоро здесь могут появиться тонны мусора. Село такая новость облетела в считанные часы. Люди, бросив всю работу, идут к местному клубу. Люди собираются протестовать. На протест собрались почти все жители. Их несколько сотен настроены решительно. Не хотят в Добрянах ни свалки, ни мусороперерабатывающего завода. Будем перекрывать, поедем машину, ляжу на дороге, хай еде на меня. Внуки, вот подвече прав внуки, какие маленькие. Чем они мают дыхать, выйти из сметки. Сельский голова тоже возмущена. Говорит, если будет нужно, организует круглосуточное дежурство. Но ни один мусоровоз не попадет в Добряны. Мы не дозволим, потому что, против, не будет тут сметизвалища областного и других грибовичей. Решение официальные листы и решение сессии в пятницу мы приймем. Однако в обл. администрацию уже разрешили отвезти часть карьера в Добрянах под полигонный завод. Львовской мэрии предложили почти 75 гектаров. А селянам чиновники обещают, то, что случилось на грибовицкой свалке, не повторится. Все будет цивилизованно и современно, без накопления тонн отходов. Утилизировать мусор будут сразу. Но пока все только на словах. Участок еще должны одобрить львовские чиновники. Если участок подойдет и там все же решат строить мусороперерабатывающий завод и свозить сюда отходы из Львова, жители снова соберутся на акцию протеста. Но предупреждают, в следующий раз бунтовать будут уже в Киеве. Галина Якушко, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер. Ивовская область. Сохранить экологию региона и здоровье людей. Около 50 жителей Полтавской области пикетировали сегодня офис госпредприятия «Укргаздобыча». Протестовали они против проведения тендера на разработку месторождений сланцевого газа в их регионе. По словам митингующих, добывать его планируют методом гидроразрыва. А это может негативно сказаться на экологии. Химические реактивы запускаются в породу. Внаследовании этого будет забруднение воздуха. Авторитетные организации, как Greenpeace, Всесвитная организация охраны здоровья, выступают против этого. Провели, я так понимаю, тендер и раздарибанили миллиард гривен. Мы будем требовать остановки тендерной процедуры дальше. Мы будем требовать скасывания результатов тендера. Мы будем требовать защиту прав и свобод простых граждан. Кому на Закарпатье раздают землю, предназначенную для участников АТО? Списки получателей опубликовал Геннадий Маскаль. Выяснилось, что участки достались в основном сотрудникам правоохранительных органов и их родственникам. Подробнее об этом Марина Коваль. Эти земли на окраине Ужгорода когда-то принадлежали совхозу. Теперь ими ведает Госгеокадастр. В феврале на совещании в облгосадминистрации решили, здесь выделят участки АТОшникам. Но несмотря на решение областных чиновников, землю получили только двое участников АТО. А вот списки остальных счастливых землевладельцев опубликовал Геннадий Маскаль. Эти списки, они оприлюдены, эти 142 человек. И у нас уже есть отзывы, указывают, что есть кто, чьи родители, родители, работники силовых структур. Есть вообще сторонние люди. Они хотели там отримать, им озвучивались конкретные суммы, которые нужно заплатить, именно 3 тысячи долларов. В областном управлении Госгеокадастр о взятках ничего не слышали. И даже после обнародованного списка получателей земель пытаются заверить, что все эти люди воевали в АТО. Вот такой разговор получился с исполняющим обязанности начальника управления. В интернете, где говорили о этом списке, и там представители полиции, прокуратуры, СБУ. Ну, конечно, они, как участники АТО, также имеют доведки и, соответственно, есть участники АТО. Вы это проверяли? Большинство. Список получателей земель активно обсуждают в соцсетях. Выяснили. Вот один выделили старшему следователю главного управления нацполиции в Закарпатской области. Ни следователь, ни ее муж участниками АТО не являются. Еще один участок получила родная сестра заместителя руководителя Ужгородской прокуратуры. Его самого на работе не было. Но коллеги пока ничего противозаконного в том, что земли для участников АТО получили другие, не видят. Геннадий Москаль потребовал, чтобы управление Госгеокадастра пересмотрело свое решение. В Ужгороде катастрофически не хватает свободной земли, а в очереди более 500 участников боевых действий. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Ужгород. Успешную операцию по разминированию провели военные под Мариуполем. Выявили и уничтожили более 100 килограммов взрывчатки. За опасной работой саперов наблюдал Александр Пантелеймонов. Это окраина Мариуполя. Военные саперы прощупывают каждый сантиметр. На обочине дороги в высокой траве может таиться смертельная опасность. Может патроны валяться, гильзы, гранаты, так же, что не работали. Мы находимся разные. Но по таких местах не нужно ходить. На вид местность совершенно безопасна. Последние бои здесь были около двух лет назад. Но почти сразу саперы обнаружили первую находку – гранату из подствольника. Там, где в свое время отгремели бои, находят так называемые неразрывы боеприпасы, которые не сработали. Ближе к передовой сложнее. Вражеские минеры устанавливают хитроумные ловушки. Вот, как-нибудь растяжка. Ну, идешь по растяжке, думаешь, там граната. А там стоял 122-мм снаряд. Там радиус уражения метров до 50 бы был суцільный. И все. Разно может быть. Они оборудовывают и забороненные мины. Найденные за неделю вывозят на специальный полигон. Здесь и мины, и снаряды. Мощность в рычатке огромна. Готовы? Угонь! За раз все взорвать не получается. Готовят второй подрыв. Только за последний месяц на Бариупольском направлении нашли и обезвредили более тысячи взрывоопасных предметов. Но в земле все еще остается очень много взрывчатки. Александр Пантелеймонов, Максим Щеблин, Николай Киндертенко. Подробности телеканал Интер. Интерпол отказал СБУ в просьбе объявить в розыск гражданина России Арсения Павлова, более известного нам как Моторола. Главарь бандитской группировки Сомали в Украине обвиняется в убийстве военных. Собраны доказательства, что он лично застрелил десантника киборга Донецкого аэропорта Игоря Броневицкого. Есть и признание самого боевика. Почему этих доказательств недостаточно для Интерпола? Разбиралась Ирина Баглай. Броневицкий Игорь Евгеньевич. Фамилия, имя, отчество полностью. Броневицкий Игорь Евгеньевич. На этих кадрах десантник 90-го батальона Игорь Броневицкий еще жив. Видео сняли сами боевики, взявшие в плен военных после того, как под артиллерийским огнем пал терминал Донецкого аэропорта. Снимали и пытки, есть кадры и после расстрела Броневицкого. По этическим причинам и изуважения к чувствам близких погибшего десантника мы их не показываем. Но видео стало одним из доказательств в уголовном деле против главаря боевиков Моторолы по паспорту Арсения Павлова. Доказательства собирала Международная правозащитная организация Amnesty International. Есть медичные свидетельства, протокол медичный, про то, что Игоря Броневицкого было убито двумя пострелами в голову. И свидетельства, которые были там в этот момент, нашим доследникам говорили про то, что эти два выстрелы были сделаны самим Моторолой. Убивал и не только Игоря. Об этом заявил сам Моторола в интервью и зданию «Киевпост». СБУ с решением Украинского суда о заочном аресте боевика обратилась в Интерпол для объявления Павлова Моторолы в международный розыск. Но получила отказ. Международной криминальной полиции объясняют, согласно уставу, не вмешиваются в дела политические и военные. Мы сегодня имеем все первые представления, чтобы его в международный розыск. Интерпол таким решением сам нарушил свой же устав, считает Кирилл Куликов, возглавлявший в свое время организацию в Украине. Когда, например, Интерпол разыскивает боевиковый ГИЛ, они что же, наверное, тогда, исходя из этой логики, по политическим мотивам выступают? Поэтому никакого отношения к ссылке на статью третью, видимо, которую задействовала в своей мотивации, задействовала организация международной криминальной полиции Интерпол, это не имеет. В отношении вот этого Моторола, айфона или как оно там называется, вообще вопросов нет. Он преступник, никакой политики здесь нет. Кирилл Куликов называет такое решение вызовом Украине и говорит, на него необходимо ответить. Например, о протестовать в международных судах. А в СБУ же надеются изменить решение Интерпола, заручившись поддержкой международных организаций. Ирина Баглай, Никита Исайко, подробности, телеканал Интер. Совет Безопасности ООН осудил атаку на гей-клуб в американском Орландо, в результате которой погибли 49 человек. ФБР продолжает расследование обстоятельств этой кровавой бойни. Все последние подробности расскажет Тихон Зитко. Эксперты ФБР и других служб продолжают работать на месте расстрела посетителей гей-клуба «Пульс». На настоящий момент американские спецслужбы не нашли прямой связи между Стрелком, 29-летним Амаром Матином и группировкой «Исламское государство». Они считают преступника экстремистом-одиночкой, которого вдохновили действия ИГИЛ. О стрелявшем появляются новые сведения. Стало известно, что он за последние годы дважды ездил в Саудовскую Аравию. В качестве возможной цели атаки Амар Матин рассматривал Диснейленд во Флориде. Но в итоге, как известно, устроил стрельбу в гей-клубе. При этом, по некоторым данным, Матин и сам был геем. Во всяком случае, в клубе «Пульс», куда он в субботу пришел с автоматом, его видели десятки раз. Кроме того, его замечали и в Гриндере, службе онлайн-знакомств геев. Как это связано с тем, что он расстрелял почти 50 человек, теперь предстоит установить следствие. В интернете появилось видео начало стрельбы. Одна из девушек сняла танцы в клубе и начало атаки со звуком выстрелов. Сама девушка погибла. В разных городах мира продолжаются акции солидарности с ЛГБТ-сообществом в связи с атакой на клуб «Пульс». Тысячи людей вышли на такую акцию в Нью-Йорке и, конечно, в самом Орландо, куда, к слову, в четверг приедет президент Обама. Там, как и в других городах, многие участники акции «Мусульмане». Здесь же, в Вашингтоне, отдельные мероприятия накануне провели женщины-мусульманки. Они говорят, что преступления в Орландо ничего общего с исламом не имеют. Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности Американского бюро телеканала «Интер». Террорист номер один теперь точно мертв. В ИГИЛ подтвердили информацию о смерти своего лидера Абу-Бакра Аль-Багдаде. Группировку боевиков он возглавлял на протяжении шести лет и даже объявил себя халифом, но в последнее время скрывался от сил антитеррористической коалиции. То и дело, появлялись слухи о смерти Аль-Багдаде, но только сейчас так называемое «Исламское государство» признало, что он убит американскими военными, которые нанесли авиаудар 11 июня. Снести дом, в котором родился Адольф Гитлер. С таким предложением выступил глава МВД Австрии Вольфган Саботко. Почему именно сейчас решили это сделать и кто живет в этом доме, выяснял Вениамин Трубачев. Дом, в котором 20 апреля 1889 года родился Адольф Гитлер, находится в небольшом городке Браунау, это на границе Австрии и Германии. У входа в здание установлен мемориальный камень, на котором написано «Не допустим фашизма вновь». Но этого недостаточно, считает министр внутренних дел Австрии. Вольфган Саботко предлагает вообще сравнять с землей строение, чтобы ничего не напоминало об основателе Третьего рейха. Дом нужно снести, чтобы предотвратить сюда паломничество людей с нацистскими взглядами. Думаю, это будет самое честное решение. Ну, снести дом будет не так просто. Здание находится в частном владении, а Министерство внутренних дел с 1972-го только арендует его. Сейчас правительство проверяет возможность отчуждения постройки в пользу государства. Уже было предпринято несколько попыток, однако с собственниками так и не удалось договориться. Люди, они не публичные, что интересно, никакого отношения к семье Гитлера не имеют. Австрийское телевидение уже провело опрос среди местных жителей о возможном сносе дома фюрера. Здесь можно открыть что-то полезное, например, приют для беженцев. В последние годы только говорят, но ничего не делают, и ничего с домом не происходит. Можно просто оставить, как есть, и все. В здании в разное время располагались музей нацистского искусства, библиотека, школа, банки, даже центр для людей с ограниченными возможностями. Но сейчас дом пустует, в нем никто не живет, нет офисов и магазинов. Напомню, это уже далеко не первая попытка выкупить и снести родной дом Гитлера. Несколько лет назад это хотели сделать российские политики и бизнесмены, однако осуществить задуманное им не удалось. Посмотрим, получится ли у австрийских властей. Вениамин Трубачев и Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Вена. Австрия. Почему Дональд Трамп проигнорировал вечеринку в честь своего дня рождения? И кто, а главное, зачем поет колыбельный слонам в зоопарке Таиланда? Об этом и не только в нашем обзоре. 70-летие кандидатов президента США Дональда Трампа с размахом отмечают националисты индусы. В честь юбиляра радикальная организация «Хиндусена» устроила гуляние с песнями и танцами. Именинника на праздновании не было, но поклонники все равно угостили его тортом на плакате. Ультраправые в Индии верят, что Трамп избавит мир от угрозы террористов исламского государства и называют политика спасителем человечества. Почувствовать себя Элли из сказки об изумрудном городе смогла девочка из Германии. На северо-востоке страны пыльный вихрь поднял ее в воздух вместе с батутом, на котором она прыгала возле дома, и забросил на крышу. Малышка отделалась ссадинами и ушибами. Ей удалось удержаться на кровле, пока ее оттуда не снял дедушка. Один из крупнейших в мире необработанных алмазов уйдет с молотка на аукционе «Сотбис» 29 июня. Пока желающие могут увидеть его на выставке в Лондоне. Вес алмаза «Леседель Лорона», что в переводе означает «Наш свет» – 1109 карат, а возраст около 2-3 миллиардов лет. За драгоценный камень могут выручить более 70 миллионов долларов. В Таиланде, чтобы подойти к слонам, персонал национального парка поет им колыбельные. Методику разработала основательница центра Сангдуен Чай Лерт. Она заметила, что когда пела колыбельную новорожденному слоненку, то успокаивались и взрослые слоны. В защитном центре сейчас живет около 70 животных, которых спасли во время вырубки лесов или от жестокого обращения. В Китае к торжественному открытию готовится шанхайский Диснейленд. В последние дни город аттракционов работает в тестовом режиме. Официально парк развлечений откроют 16 июня. На территории 6 тематических зон, 2 гостиницы, торговые ряды и около 40 гектаров садов и озер. Чтобы создать сказочный город с самым большим в мире, замком Диснея, потратили 5,5 миллиардов долларов. Стихия бушует на юге Одесской области. Там буквально затопило город Измаил. Сильный ливень с грозой начался во второй половине дня. Он продолжался всего лишь несколько часов, но этого хватило, чтобы улицы ушли под воду. Сейчас вы видите кадры, которые сняли местные жители. Автомобили практически плавают, а наиболее изобретательные пешеходы используют различные средства, чтобы перемещаться по городу. Но синоптики не радуют, поскольку завтра в Измаиле тоже ожидается дождь. Подробности Юэ это наш сайт, где информация обновляется постоянно. Хороших вам новостей. До встречи завтра.